МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А теперь об этих и других событиях подробнее. Число визовых центров Греции в России планируется увеличить на 50%. Об этом сообщает портал туроператоров нашей страны со ссылкой на посла Греции в России. Так, визовые центры откроются в Смоленске, Воронеже и Вологде. Еще один центр для самостоятельных путешественников будет организован в Москве. На данный момент генеральные консульства и визовые центры работают в 20 городах России. Глава региона заявил о создании двух новых полигонов твердых бытовых отходов. Губернатор сообщил, что сейчас идет работа по созданию регионального оператора по вывозу ТБО. А затем будут открыты полигоны. Один из них под Смоленском, второй в Вязьме. С конца февраля и до 4 марта на Смоленщине проходила профилактическая операция «Автобус». Дорожные полицейские проверяли пассажирские автотранспортные предприятия и индивидуальных предпринимателей, выполняющих перевозки пассажиров, по соблюдению ими требований нормативных правовых актов при эксплуатации автобусов. Об итогах мероприятия в Десногорске в нашем сюжете. За неделю профилактического мероприятия в нашем городе сотрудниками отделения ГИБДД выявлено 8 нарушений. Чаще всего водители автобусов забывают пользоваться внешними световыми приборами и ремнями безопасности. А также выявлены факты технических неисправностей транспортных средств. На момент проводимой операции меньше всего вопросов было к водителям. Они более дисциплинированы, более подготовлены нашего предприятия «Атомтранс». За что я от лица инспекции безопасности дорожного движения хотел выразить благодарность руководителям данного предприятия. И, как всегда, сотрудники дорожной полиции призывают водителей быть аккуратнее на дороге, особенно при перевозке несовершеннолетних пассажиров. Напоминаем, что раз в неделю в Десногорске проходят сплошные проверки. В Московском метро появился вагон в честь военных сражений на Смоленщине. Восьмивагонный поезд «70 лет Великой Победе» знакомит пассажиров с городами-героями России. Красочно оформлен фоторепортажами и газетными зарисовками времен войны. Поезд курсирует на Серпуховско-Тимирязевской линии, а названия станции записаны голосом Иосифа Кобзона. Ученики Десногорской музыкальной школы отлично выступили на втором всероссийском конкурсе инструментального и вокального творчества «Славься Глинка». Александра Жаданова и Мария Коваленко стали лауреатами первой степени. Диана Дальменко и Александра Жаданова – лауреаты второй степени. Анастасия Чиркина, Антонина Третьяк и Александра Арустамова удостоены звания лауреатов третьей степени. Желаем ученикам и их преподавателям дальнейших успехов! На Масленичной неделе нас пригласили в четвертую школу, где силами учащихся и педагогов был поставлен новый спектакль. О чем он и как прошла премьера – смотрите в нашем сюжете. За основу новой постановки взята Снегурочка Островского. А затем добавились вариации на тему, как праздновали Масленицу на Руси. Работа получилась особенная, авторская. Недаром афиша приглашала на премьеру весенней сказки. Ребята наши огромные молодцы. Все такие талантливые, замечательные. Мы благодарим наше руководство, администрацию, Людмилу Евгеньевну, которая нас понимает, поддерживает во всем. И вот получился такой замечательный праздник. Каждый из участников вносил в спектакль свои идеи. Музыкальное оформление принадлежит Елене Парамоновой. Она же исполнила роль солнца. Алла Калаганова, заместитель директора по воспитательной работе, воплотила образ визиря. А Владимир Платонов сыграл Леля. Всем-всем-всем участникам, всем детям в первую очередь большое спасибо за понимание, за участие их родителям. Потому что без них не было бы замечательных костюмов, не было бы отработанного материала. В общем, всем спасибо, кто помогал. Сценаристы не побоялись пригласить первоклассников поучаствовать в спектакле. И не ошиблись. Дети, как никто другой, понимают красоту и творчество. Их поддержали ученики седьмых и восьмых классов. А педагоги школы создали неповторимую атмосферу весенней сказки. Именно они зажгли детей. Поэтому премьера состоялась. 9 марта на родине первого космонавта планеты прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню рождения Юрия Гагарина и открытию 43-х международных общественно-научных чтений. В них участвовали губернатор Алексей Островский, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, лётчики-космонавты, делегация Центра подготовки космонавтов, гагаринцы и многочисленные гости. Учащиеся девятых классов четвёртой школы посетили первую пожарно-спасательную часть Десногорска. Ребятам показали пункт связи, гараж, пожарные автомобили, учебные классы, комнату отдыха и столовую, а также ответили на многочисленные вопросы гостей. К концу экскурсии больше половины ребят увидели себя в будущем, не иначе, как в форме сотрудника МЧС. Второй год на Смоленщине проходит конкурс «Краса и доблесть полиции». О финале 2016 года в нашем сюжете. Завершился конкурс «Краса и доблесть полиции-2016». Подведение итогов проходило в Культурном центре ОМВД России по Смоленской области. В финал вышли 12 сотрудниц в званиях от сержанта до капитана. В течение месяца конкурсантки готовились к тому, чтобы достойно выступить и проявить на сцене свои самые лучшие качества. И вот решающий вечер настал. Председателем жюри был член Совета Федерации Франц Клинцевич. Предстояло выбрать самую достойную из участниц конкурса, а это была непростая задача. Все решило финальное шоу из четырех заданий. По традиции сначала были названы победительницы в различных номинациях. Титул «Современность-2016», «Стиль-2016», «Весна-2016», «Оригинальность-2016», гран-при конкурса «Корону-победительницы» и главный приз получила Олеся Глушакова. Я безумно счастлива. И действительно, до последней секунды я не верила и не ожидала, что это произойдет именно со мной, что я выиграю этот конкурс. Спасибо всем близким, родным, друзьям в этот день, кто меня поддерживал. Первое место присуждено Александре Баевой, второе – Виктории Михайловой. Приз зрительских симпатий достался Светлане Сиваковой. Сегодня победители межмуниципальных этапов областного конкурса «Голоса XXI века» принимают участие в заключительном галоконцерте, который проходит в Губернском. Из Десногорска от ГЦД приглашены солистки студии эстрадной песни «Ренессанс» Мария Гришкова и София Семенова. Солистка вокально-эстрадного ансамбля «Калибри» Александра Жаданова и детский вокальный ансамбль «Копель». От музыкальной школы вокальный ансамбль «Флоринка» и солистка Евгения Сибелева. 11 марта в России отмечается профессиональный праздник – День работника органов наркоконтроля, установленный указом президента в 2008 году. 11 марта было выбрано датой праздника в связи с тем, что в этот день, в 2003 году, также по указу президента, было создано специальное уполномоченное ведомство по контролю за оборотом наркотиков – ФСКН. Поздравляем всех работников органов наркоконтроля Десногорска с профессиональным праздником. Масленица или проводы зимы – самый светлый и радостный праздник на Руси. В старину традиционно всю неделю почивали друг друга блинами и веселились. Как отмечают его сейчас в детских садах, вы узнаете в нашем следующем сюжете. 11 марта в «Лесной сказке» ребята провожали зиму и зазывали весну красну. Начался праздник с прихода веселых скоморохов, которые устроили для детей веселые танцы, хороводы, эстафеты и игры. Скучать было некогда. Надо было и снег размести, и дрова сложить, ну и, конечно, продемонстрировать свою сноровку и таланты. Завершился праздник традиционными русскими блинами, которые ребятам раздали прямо после веселого гуляния. Все были в восторге. Мне больше понравилось водить коронороды. Мне понравилось очень плясать, петь, играть и есть блины. А мне сегодня больше всего понравилось танцевать. На протяжении всего времени, пока ребята посещают этот детский сад, их знакомят с культурой и традициями русского народа, как и на занятиях в кружках в горнице «Мое светло», так и через подобные веселые мероприятия. Сегодня мы празднуем широко так и весело Масленицу. Каждый год, это уже традиция нашего детского сада, мы вот так широко, весело, с песнями, плясками, играми, мы ее празднуем, провожаем зиму, так сказать. Ну и этим самым мы, конечно, воспитываем в детях что? Любовь к русским народным традициям, любовь к своему народу, любовь к родине, любовь к матери, да ко всему прекрасному, что есть на земле. Хочется отметить, что такие масленичные гуляния проходят в каждом образовательном учреждении Десногорска. О спорте. Накануне 8 марта на ледовой арене физакадемии встретились два непримиримых соперника – команды «Монолит» и «Кристалл». Игроки «Кристалла» сразу показали серьезность намерений и с разгромным счетом провели два первых периода. В третьем периоде «Монолит» перехватил инициативу, но этого оказалось недостаточно. Игра закончилась со счетом 6-4 в пользу «Кристалла». Пока верстался выпуск, к нам на электронную почту пришел видеоматериал. Давайте посмотрим его без комментариев. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это все, чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала Десна-ТВ.ру Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для сюжетов. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok